Я тестирую разные диоды. Вот эти диоды, которые я хвалил, они что-то оригинальные. Похоже, что они если оригинальные, то они не те. То есть кто-то их стер и другое название написал, потому что вот какая у них. Вот тут нулевая точка. Тут немножко вверх, это не правильно на самом деле. И вот какой обратный идет вниз. Это где-то 200 на 1 секунду. Вниз, а тут вот отсюда идет. Внизу. Хотя вроде бы и номера всех у них разные. Почему они тогда так выпрямляют или может эта емкость их как-то я селограф и как-то не так фиксируют. Все вроде бы разные. Аминь. 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 Вот эти очень хорошо себя показали. 3 евро стоили 10 штук. Они как бы не оригинальные. Они что-то очень хорошо себя показывают, только у них звон большой. Вот в этом мешочке они. Тут у меня есть шоткий диод, который я покупал в магазине электроники, поэтому он должен быть оригинальный на 1200 вольт. Вот покажу как он себя проявляет. Смотрю где этот микрофон. Вот тут. По-моему всё такое. Вот ноль. Тут где-то 100 нс обратно этот печок. Умпульт. И вот он не такой большой как там был. При нагреве у щётки диодов не должно ничего меняться. У них при нагреве выпрямление характеристики падает и быстрота падает. И этот печок он всё больше становится при нагреве. И при большем токе он тоже всё больше становится. То есть на секунду их длительность растёт. У щётки она не растёт. Вот. Нужно подождать. Тут нагрузка правда слабоватая. Вот 60 ватт. Так слабо горит. Поэтому вероятно ничего не изменится. Вот. Вот он примерно как 100 нс был, так вроде бы не остался. Вот место оригинальной щётки диод. Как бы конечно могут и там обмануть и тоже подсунуть под белку. Но мне кажется что он оригинальный. Очень малая вероятность что он подделка. Ну а теперь можно какой-нибудь из этих расхваленных диодов взять. Вот. 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 В какой-то мере может звон этого провода идёт. Вот. Запущу я. Вот как видно как подрос вот этот импульс обратный. Он тут около 200 нс составляет. Потом тут и. Ну тут. И как бы выше нуля тут. Как-то странно тоже. Тут может в какой-то мере мой стилограф что-то неправильно показывает. этот молодой. Да. Из-за того что он не был нищим. Вот он. Одна клетка, другая ещё немножко. Теперь он наверное подогреется и ещё будет хуже. Ну. Вроде бы так само. Тут нагрузка слабоватая. Я таких ещё заказал. Думал. Хорошие диоды. Так. Вроде бы всё нормально показалось. А на практике пока видно что они какие-то медленные. они. Примерно как ER-308. Хотя я могу ER-308 теперь и поставить. Хотя я его пробовал. Можно что-то другое поискать. УФ-5408. Тут он будет нагреваться и этот УФ-5408 будут характеристики его падать. Поэтому нужно сразу смотреть. Вот такой. Вот где-то 150-200 наносекунд. Его тоже. Ампа слабовато говорит. Вот такой. Выбрать вниз очень. Остаточно сильный. Одна клетка. Вторая. И ещё половина клетки немножко больше. Смирает. Потом ещё какой-то звон. Вот. Теперь подогрелся. Вот он ещё вниз пошел. То есть выпрямление хуже. Лампа хуже горит. Когда нагревается, начинает уже больше чем 200 наносекунд уже. Начинает всё хуже и хуже выпрямлять. А шутки, диоды, они хоть нагрелись, хоть не нагрелись, они одинаковые. Их этот выброс должен быть. Теперь подключил мур 860. Вспитаем на него характеристики. Вот у него тоже звон есть. Но у него вот этот импульс, две клетки и почти 100 наносекунд. Ну, 150 может. В общем, неплохой диод. Он подогреться должен тоже. Вот этот выброс уже немножко подрастает. Уже больше чем две клетки становится. А тут у меня ещё есть. Вот такие диоды. Но они... Они смотрел очень хорошие. Как бы где-то 100 наносекунд этот выброс небольшой. они вроде бы недорого стоили. Дорогие они вроде бы. Ну вот, он прогрелся уже. Уже две с половиной почти клетки стало. Уже где-то почти 200 наносекунд стало. Уже тёплый. Вот поставил этот, где хороший дорогой, который говорил. Посмотрим, вот его выбросы сравним с морком. Вот у него... Вот где-то 200 наносекунд вообще-то. Две клетки, например. Ну, вообще, примерно каким огнем что-то показалось, что он получше. Он, кажется, там какой-то мощный, высоковольтный. Если не путаем на 1000 Вольт. Но уже растёт этот выброс обратный. Уже больше 200 наносекунд. Тут подрос уже. Две с половиной клетки. Тут уже чуть ли не 300 наносекунд. Две с половиной клетки. Что-то мне раньше показалось, что он получше. Не помню, проверял. Вот эти, которые с Алиэкспресс. Самые хорошие. Вот эти. Наверное, их поставить надо, но прежде. Хочу поставить вот этот. Или я его уже ставил. Который дорого стоил. 6 евро за 5 штук. Он себе блестяще не показал. Поставил тебе сравнимость. Ну вот, вроде бы, сперва где-то было 100 наносекундную. В этой две клетки было, но потом прогревается уже 150. Вот какой-то звон у него сильный. У одних диодов есть звон, у других нет. Вот мне странно, откуда этот звон берётся. Вот уже переходит две клетки, нагревается. То есть это похоже не шотки. Шотки вот так не должен быть. Уже почти 200 наносекунд и две с половиной клетки достал. Какой-то звон ещё умеет. А теперь этот, который самый лучший. За три евро десять штук. Я поставил негативный одну звёздочку, что эта поделка на... Казалось, он самый лучший. Хоть может и поделка. Может и не шотки, но почему-то самая лучшая работа. Вот какой у него. 100 наносекунд и одна и даже половина клетки нет. Потом звон у него есть. Звон, по-моему, это говорит, что он быстрый и поэтому у него звон появляется. У медленных звона не будет. Вот он прогрелся. Ещё один и половина клетки не достал. Он немножко подросл. Лампа с ним вроде бы самая яркая горит. Вот где-то один с половиной клетки достал. Вот он как-то. Стены на секунду. Я проверял один там на двадцать ампер какой-то. Якобы очень... якобы на две стены на секунду. Но на самом деле он там вообще-то такой медленный. Такие эти выбросы сильные в ней собили. Это нехороший на секунду. Вот он где-то два с половиной клетки достал и больше не растёт. Вот МБР-2060 он. Вроде бы на 60 вольт и 20 ампер, но там не факт, что он попорчен и что ему высокое напряжение. Тут он же на 60 вольт на рассчитан. А тут может быть больше чем 60 вольт. Поэтому у него вот такая стилограмма. Вот один, две, почти две клетки и вот один, два, три, четыре. Четыре стены на секунду. Вот такой выброс. Но тут подозреваю, что ему слишком большое напряжение. Поэтому может... не может он толком работать. Либо он попорчен. Потому что шутки диод когда перегорают. Он бывает как бы наполовину сгорает. Вроде бы всё работает, но скорость его вроде бы сильно падает. Насколько я заметил. Подключил 200 вольт нагрузку, чтобы он мог бы на меньшее напряжение работать, но всё равно что-то у него... И так, по-моему, где-то 300-200 наносекунд. А вот это обратный выход. Что-то тут не то. Возможно он испорчен. Попробовал другой диод SB560, который на 60 вольт. У него тоже 200 вольт на секунду. Тут может какая-то ёмкость сказывается. Но тут что-то не понимаю. Где-то может от навода как бы это идёт вниз. На самом деле тут может ничего не... Вот такие ещё диоды. Наверно проверю. Якобы шутки на Алиэкспресс покупал. У них вроде бы и шутки, потому что падение напряжения 300 мВ по мультиметру. Вот поставил. Вот, поставил. Я хочу вам, что они шутки. У них тоже вот где-то 100 наносекунд. И только вот одна клетка настаёт. Опять 60 ватт лампу. Вкрутил. Выкрутил частоту на максимальную яркость. И вот опять одна клетка. Какие у тех... Какие у этих... Выкрутил этих... Только там было немножко больше чем одна. А тут вот примерно одна и даже чуть меньше чем 100 наносекунд. и потом звон идет звон видимо это хороший признак говорить что что-то звенит может эти провода звенят и вообще не диод звенит в самом деле тут он меньше тут просто видимо остеолограф это так передает просто вот потом от подогрева посмотрим подресет мрак не вот тут по идее шотки диода вот так вот должно быть слабенький звонок это время открытия она не такой страшный как в это время закрыть это ты выбрать в обратном направлении вот прошло время примерно какой был такой и осталось немножко подрос но на 200 вольт поэтому ему тут и легче выпрямлять меньше падения напряжения выше кпд и все низковольтные диоды они быстрее так вот так вот уже не будут особо не растет вот еще такой есть диод он вроде 35 наносекунд выпаял там из какой-то платы его проверю у него тоже где-то 100 наносекунд и где-то одна клетка немножко больше чем одна там тоже звон есть дима хороший признак и что-то хорошее дело ну кажется на 200 вольт на 200 вольт они все побыстрее чем на 600 или на тысяч вот уже одна клетка из половины почти вот где-то одна с половиной клетки и больше немножко струны на секунду проснул у меня есть еще куплены в магазине электроники нормально с 64 35 наносекунд кажется его проверю вот он на 200 вольт кажется или на 400 ну вот какая у него эстелограмм нехорошая вот какой звон идет больше чем две с половиной клетки больше где-то 150 140 наносекунд длина он себя не хорошо проявил хотя так что так там каждый по-разному пишет эти диоды вот так что тут трудновато просто их определить их скорость вот я включу пусть он дольше поработает думаю еще подрастет у него эти все параметры ухудшится когда он подогреется вот уже почти две клетки настает где-то 150 наносекунд вот эти три они получаются эти три евро сто или десять штук они получаются самое дешево на штуку вышли вышло ну и морда дешево тоже на штук выходит 9 евро 25 штук вот эти стоили один там с чем-то и 1 и 5 евро где-то нет нет и 4 штука только они не так дешево получается а вот эти 6 евро 5 штук самое дорого стоило на штуку вот он поработал только погрелся но уже там до 2 вольтах так и не доросло где-то 150 наносекунд вот такой достаточно медленный на мой взгляд все как бы я от него больше ожидал вот тут есть еще 200 вольтовых всяких старинных 200 вольтовых FMG B20 это для импульсных блоков питаниях они применяются 200 вольт вроде бы 200 наносекунд для обратоходовиков как правило вот они неплохо себя показали тоже где-то 150 наносекунд вот до двух клеток не доходит то есть примерно какие-то TSF 64 разогревается уже до двух клеток доходит уже где-то уже где-то 180 наносекунд но зато вроде мы более мощные 20 ампер где-то кажется и для полного счастья EN 401 проверим он медленно его скорость даже и не пишут EN 401 на 100 вольт должен вообще эти выбросы по моему вот так где-то мыть потому что медленный диод не быстрый посмотрю вот как я и говорил вот у него быстрота 1 1 2 3 4 5 с половиной клеток 550 наносекунд и 1 2 3 больше чем 3 клетки вниз идет то есть он вообще как будто пропускает чуть не чистая синусоида получается но для прикола еще от микро волновки делать поставь вот 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 где-то 7 клеток они туда считаю отсюда на 1 2 3 4 5 клеток и вот больше чем 3 клетки тоже вниз идет ток то есть на такой частоте тут 827 килогетт то есть на такой частоте тут 827 килогетт упрямляться тут ему нечего у него падение напряжения большое плюс у него там лампы сломали а тут я отсортировал все диоды которые от 400 до 1000 вольт и они тут все от 5 на на секунду до 50 до до бесконечности как бы все такие не очень быстрые вот взял такой идет какой-то ну он тут старинный такой потому что сколько я понял его трудно найти было может вообще его не нашел дотошито толком потому посмотрю какая его быстрота вот быстрота его неплохая где-то для такого старинного где-то 180 на на секунду 2 немножко клетки вниз теперь поработал подогрелся теперь нужно больше вот он разогрелся уже больше 200 на на секунду он тут слабо мощный вот уже больше чем 3 клетки не может такое выдержать уже больше 200 на на секунду вот мне еще как-то не верится что то что это диоды подделка не совсем вроде бы я тогда раньше проверял все вроде бы по постоянному току как и в дата шите все вроде бы совпадает а вот и на практике какая-то ерунда вот даже никакого звона нет вот этот обратный импульс он уже больше чем 200 на на секунду вообще какая-то ерунда сейчас он потом никакого слона нет как говорил какой-то вообще похоже на какой-то медленный диод вот уже больше чем 2 клетки больше чем 200 на секунду а я написал уже положительный язык в нем 5 звездочек и добавил еще раз заказал ну зачем такое заказывать еще раз выясняли на практике какую-то ерунду показывает по характеристикам вот еще сколько его больше 200 на на секунду больше 2 клеток выброс вниз и звона нет что по моему значит что он очень медленно у него падение напряжения вроде бы как нормальных их вероятно засунули какой-то нибудь силицевый диод в этот корпус и под видом якобы подел каких-то там в общем что-то они намудрили тут возможно какой-то высоковольтный диод потому что у него падение напряжения большое по мультиметрам но это не шуткий диод мне показалось что он подытышит все соответствует описанию и обычно вот этот корпус бывает же плюс как бы а тут наоборот вот 0,75,4 вольт у него это большого падения напряжения вот если я возьму другой диод у него так не сработает у него эти ножки перевернут они срабатывают я что-то перепутал оно да все таки должно быть вот тут 0,468 мне показалось что тут шуткий диод вот так вот так у шутки диода должно быть у такого высоковольтного потому что вот у меня этот оригинальный на 1000 вольт у него тоже большое падение напряжения у него 1200 вольт оригинальный который закупал вот 8,1 вольт мне казалось что шуткие диоды высоковольтные должно быть большое падение напряжения у них оказалось что это не так вот этот самый лучший себя проявляет и самый дешевый на штуку вероятно он может и не шутки но работает как шутки вот вот как он так ерундово себя показал я отменил этот заказ я его пробовал два раза вот там один мой положительный отзыв а один я наполню ничего тут положительного нет вот мне казалось что это честно продается это наоборот вот шоп один такое имя его может и не стоит покупать вот еще раз подключил мур 860 диоды вот его характеристики где-то 150 нс секунд и меньше чем две клетки то есть лучше изгон есть лучше этого диода якобы еще какой-то старинное посунут вот я приподогреве посмотрю еще как его параметры ухудшатся вот было меньше двух клеток достигает двух клеток так вот уже перешло две клетки уже где-то сто восемьдесят нс секунд но звон присутствует что говорит что он быстро идет не так как даже звона нет этого мы либо мой это стиллограф как-то не так неправильно показывает но очень я об этом сомневаюсь в общем странно наверное ладно не буду угадать от чего может стерли эту переднюю часть что-то другое написали даже разные цифры что было более похожее или может они перегоревшие поэтому они так медленно работают может наполовину сгореть вот уже подогрелся уже стало 200 нс этот выбросил и почти две с половиной клетки было 150 нс меньше двух клеток но вообще странно что у этих диодов якобы оригинальных у них при нагреве длина импульса не растет вот как было 200 нс так и осталось что свойственно диодам шотки только смущает вот этот выброс очень большой он в подогреве как вроде бы был две клетки так и остался в общем странно с этим диодом я уже проверял диод шотки оригинальный так он у него был звон а этого звона нет так что тут что-то странно как бы похоже на диод шотки но тут вероятно подгоревший диод шотки потому что он странно себя ведет слишком медленный я подкрутил частоту немножко генератора и он с каждым диодом на разной частоте самый яркий горит и вот тут где-то чуть больше 200 нс и вот уже появилось почти две с половиной клетки этот выброс ну вот тут вот 0